Лесными массивами богат Ленинский район, а вот с озеленением в поселениях картина не столь радужная. А потому хоть и присутствует название акции «Слово лес», основной упор в распределении посадочного материала был сделан именно на дворы и улицы. Достаточно сказать, что во всем Подмосковье на землях Государственного лесного фонда был выделен только 81 участок, в то время как в населенных пунктах почти тысяча. В Ленинском районе центральной площадкой акции стал поселок Новодрожжино. Самое замечательное, что идея сделать центральной площадкой по высадке принадлежит не администрации, а принадлежит жителям, потому что мы вместе с жителями договорились в прошлом году, заканчиваем благоустройство, под осень ничего не делаем, только рассыпаем газон, а высадку деревьев, которые они пожелают, мы проводим именно весной в акцию «Лес Победы». Так и случилось. Народ начал собираться задолго до начала акции. Всем участникам волонтеры предлагали фирменную атрибутику, объясняли, где можно получить саженцы, показывали на карте участки для посадок. Несмотря на то, что в большинстве своем в посадках участвовали местные жители, среди тех, кто приехал сегодня в Новодрожжино, можно было увидеть и представителей муниципальной власти. Но официальных речей в этот день не звучало. Исключительно неформальное общение и радость по поводу весеннего солнца. Пошел, выдернул два волоса, поколдовал и джин сделал погоду. Но на самом деле, даже если была плохая погода, нам никто бы не помешал провести эту очень важную акцию «Лес Победы». Всего в этом году районом закуплено около 1200 деревьев, но было посажено более чем в два раза больше. Дело в том, что многие предприятия, такие как Москокс или музей-заповетник Горки-Ленинский, закупили саженцы для акции самостоятельно. Всего же в Подмосковье было высажено на участках в населенных пунктах около 110 тысяч парковых деревьев и кустарников. Всего в акции в Ленинском районе приняли участие более трех тысяч человек. Давайте сажать деревья, и пусть наша планета будет зеленой, пусть наш самый лучший на свете Ленинский район будет самым красивым, потому что мы все его любим. Чтобы веселее работалось, со сцены звучали песни. Получив необходимый инвентарь, участники акции отправились к местам посадки. Не исключением стал и глава Ленинского района Олег Хромов. Компания ему составила советник губернатора Подмосковья Илона Броневицкая. С лопатами чиновники обращаются весьма ловко. На вопрос, сколько за свою жизнь глава муниципалитета посадил деревьев, Олег Хромов озвучивает довольно внушительную цифру. В общей сложности, наверное, если брать с детства, потому что в военных городках мы много очень высаживали деревьев, то, думаю, что более тысячи. После посадки обязательная поливка. Справедливости ради надо отметить, что сажали не только деревья. В Ленинском районе было также высажено более 1300 кустарников. Для таких мест, как Новодрожжино, это особенно актуально. С помощью живых насаждений ограждаются детские площадки и газоны. Так что в скором времени эти дворы еще больше преобразятся. В этом году кустарник, номенклатура кустарника, она обширна. Это и снежные ягодники, и дерен белый, и спирея различных сортов. Причем спирея, то есть мы получим цвета радуги. В итоге все кустарники, практически все кустарники цветущие, сирени, жасмины. В общем, будем удивляться в июне цветом этих кустарников. По традиции, после созидательного труда можно и подкрепиться. Для этих целей приехала полевая кухня, где любой желающий мог выпить горячего чая и съесть тарелку каши. Продолжить благоустройство жители района смогут уже на осенней акции «Наш лес, посади свое дерево». Хотя, для того, чтобы сделать участок около дома или работы зеленым, вряд ли стоит ждать специальной акции. Было бы желание. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.